Многотысячные протесты в Тбилиси начались в четверг 20 июня после того, как на межпарламентской ассамблее православия в столице Грузии депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел на место спикера парламента страны. По словам самого Сергея Гаврилова, просьба сесть в президиум соответствовала протоколу ассамблеи. Однако она вызвала волну возмущения сначала у оппозиционных депутатов грузинского парламента, а потом и у жителей столицы. На митингах звучали оскорбления в адресы российских властей и требования отставки высоких чиновников. Сначала сообщалось о 70 пострадавших, теперь почти о трех сотнях. Большие толпы начали громить сначала собственного документа, потом Тбилиси, в том числе и пострадала правящая партия «Грузинская мечта», которую возглавляет миллиардер, олигарх Бедзин и Ванишвили. Вот офис их был сожжен. То есть бесчинства были достаточно масштабные. В связи с акциями протеста в Тбилиси Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Эта мера начнет действовать с 8 июля. А 22 июня в Минтрансе РФ сообщили, что с этого же времени будут остановлены и полеты в РФ грузинских авиакомпаний. Эта новость вызвала среди россиян неоднозначную реакцию. У нас вообще компания 21 человек. То есть запланировали мы в марте еще все. Вы купили билеты, соответственно, оплатили отель, потому что у нас там надо было сразу же оплачивать. Ну, соответственно, ждали вылета. И вот пятница у нас. Был шок, когда отменили перелеты все. Деньги, не знаю, когда вернуты, никаких сообщений от авиакомпании не было. А отель у нас остался проплочный. То есть мы сейчас в такой ситуации, что решаем, как мы все-таки будем играть за Грузию. Однако доцент кафедры международных отношений мировой политики и дипломатиков У Альберт Белоглазов считает, что россиянам лучше пока предостеречься от поездок в Грузию. На мой взгляд, эта ситуация правильная. То есть то, что правительство России, ну, лично президент, недолго думали, а буквально в течение первых же суток ответили. Тем не менее, ехать этим летом в Грузию или нет – личный вопрос отдельного отдыхающего. Определенные риски, связанные с этим, конечно, есть. Но все другие пути сообщения с республикой закрыты не были. По крайней мере, пока. Камиль Гемоздинов, Универньюз.